МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого Тищенского информационная программа День. В студии Дарья Линская. Прямо сейчас вы узнаете о самых значимых событиях округа. А вначале коротко о главных темах выпуска. В Егорьевске стартовал молодежный форум «Я гражданин Подмосковья». Зацеперы продолжают испытывать себя и жизнь. В настоящее время больной стабилен. Жители многоэтажки по адресу Олимпийский проспект 18, корпус 1 бьют тревогу. Их дом под угрозой разрушения. Неизвестно, как отреагирует вообще вся конструкция. Благоустраивается Перловский парк. И кто-нибудь тут мусорить. А теперь об этом и многом другом более подробно. 3 июля стартовал форум «Я гражданин Подмосковья». Он проводится для молодых и активных жителей региона. В этом году форум организован в Егорьевске Московской области. Делегация городского округа Матищи традиционно принимает участие в этом мероприятии. Форум «Я гражданин Подмосковья» в этом году проходит на берегу озера в зоне отдыха «Любляна». Его участники – творческие, яркие, неравнодушные жители региона в возрасте от 18 до 30 лет. С собой ребята привезли интересные проекты, свежие идеи. И что самое главное, у каждого из них есть огромное желание развиваться и узнавать новое. 3 июля началась первая смена форума. С ребятами встретились бизнес-тренеры, которые рассказали про как формировать проекты, про какие приоритетные направления в бизнесе сейчас есть. И, конечно же, как в свое время правильно конструировать тайм-менеджмент. Поэтому много интересных лекций. Каждый муниципалитет представляет 8 человек. Это самые активные девушки и юноши. В Мытищинскую делегацию входят студенты, представители молодежных центров, молодой гвардии, молодежного совета и парламента. В рамках форума запланированы несколько тематических секций. Лидерство, творчество и медиа, предпринимательство и инновации, студенчество и молодые политики, экология, спорт и патриотика. В каждой смене тематические спикеры по именно данному направлению будут приезжать на смену творчества, которое будет следующее. Заявлены очень серьезные спикеры. Это и представители нашего соубизнеса. Заявлен приезд от Димати. И для таких интересных личностей. Экспертами молодежного форума станут депутаты Государственной Думы Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, рэпер Натан и другие известные политики, звезды спорта, культуры и шоу-бизнеса. В этом году в форуме «Я гражданин Подмосковья» примут участие порядка 10 тысяч человек. Культурно-информационный центр «Леонидовка» этим летом впервые предусмотрел несколько рабочих мест для подростков. С июля на трудовую вахту вступили три юных жительницы нашего округа. Специалисты Центра занятости населения и управления по делам несовершеннолетних и защите их прав узнали подробности первых трудовых дней. Заключен ли трудовой договор? Прошли ли работники инструктаж? Соблюдаются ли права подростков? Все это интересует комиссию, которая регулярно посещает мытищинские предприятия и учреждения, где работают ребята в возрасте от 14 до 18 лет. В этот раз специалисты профильных ведомств посетили «Киц Леонидовка». Здесь создано три таких рабочих места. С начала июля на трудовую вахту заступили новички 14-летняя Екатерина и 17-летняя Анастасия и Оксана. Старшие девочки в этом году закончили первую гимназию и в ожидании зачисления высшие учебные заведения решили не терять время зря. Что-нибудь себе занять решили все равно. Отвлечься. Да. Поступать мы уже успели, документы подали. Поэтому у нас сейчас ждать надо августа по спискам, поэтому у нас все равно время есть. Зарплата какая? Нормальная. Что вы планируете? Отложить или что-то? Ну, на карманы. Ну, да, на расходы для себя лично, да. Девочки на вопрос нашей съемочной группы о заработной плате отшучиваются и не конкретизируют. А вот на вопросы Елены Донсковой, директора Мутищинского центра занятости, отвечать пришло серьезно. Дети сказали, что они все получили и вводный инструктаж, и первичный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. То есть работа их соответствует трудовому законодательству как по периоду работы по времени, так и по тяжести. Поэтому мы надеемся, что все здесь будет хорошо, и на следующий год эти организации тоже примут участие. Более того, главой района принято дополнительные меры для того, чтобы увеличить объем трудоустройства школьников. И он на 380 тысяч увеличил финансирование этой программы. Это 30 дополнительных рабочих мест для детей. В этом году свои двери для подростков, желающих подзаработать, открыли учреждения культуры, расположенные в сельских населенных пунктах. Ребят также взяли на краткосрочную службу в МКУ Леспаркхоз. Это стало хорошим подспорьем, поскольку появилось много подходящих мест для девочек. По нормам тяжелую работу им выполнять нельзя. В основном они занимаются уборкой, работают с документами и на компьютере. Наши сегодняшние героини, кроме уборки территории, кабинетов и залов в Кицлеонидовке, будут помогать и в организации детских праздников, которые запланированы на базе учреждения. Всего с начала летней трудовой кампании заработную плату получили более 400 матищинских подростков. Анна Рощенкова, Олег Степанов, информационная программа «День». Кто такие зацеперы, многие знают не понаслышке. Не раз, наблюдая, как рисковые ребята едут снаружи электрички. Такие игры с удачей порой заканчиваются трагично. Так на днях подросток зацепер сорвался с электрички и получил тяжелые травмы. Подробности в следующем сюжете. Случаи травматизма среди зацеперов – явления, к сожалению, часто встречающиеся. Что движет такими подростками – желание получить адреналин или кому-то что-то доказать? Ответов на этот вопрос может быть много. Но ясно одно – зацепинг может привести к печальным последствиям. 2 июля по направлению врача скорой помощи был в тяжелом состоянии госпитализирован в наше отделение ребенок 16-летний подросток с тяжелой сочетанной травмой головы и груди, полученный в результате катания на электричках. Так называемый зацепер, который упал сверху электрички. Подросток упал на пути неподалеку от железнодорожной станции Мутищи. В городской больнице ему сразу оказали необходимую медицинскую помощь. После обследования у больного выявлена большая внутримозговая гематома, в результате чего была проведена операция по поводу удаления данной гематомы. В настоящее время больной стабилен, стабильно тяжелый, как бы в сознании отвечает на все вопросы адекватный. Ну, еще вот пользуясь случаем, хотелось бы сказать большое спасибо нашим друзьям и коллегам из НИИ детской травматологии и хирургии города Москвы под руководством Леонида Михайловича Рошаля, который нас никогда не оставляет, всегда приходит, помогает нам с такими трудными детьми. Врачи сделали все, чтобы спасти жизнь ребенка. По прогнозам в медицинском учреждении пациенты будет находиться около месяца, а возможно и больше. Одним словом, сколько потребуется. Хотелось бы, конечно, предупредить, чтобы родители проводили беседы со своими детьми. И непосредственно, чтобы на месте, потому что сам неоднократно являлся, видел вот этих подростков, катающих на электричках, делал, конечно, замечания, в ответ получал не очень корректные высказывания. Но все равно все зависит от воспитания, от родителей. Поэтому вот убедительная просьба все-таки родителей не оставлять без внимания и участия в воспитании детей своих. К сожалению, количество зацеперов не уменьшается, и большинство из них – подростки. В нашем регионе, в частности, в городском округе Мытищи, регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику таких нарушений. Наш телеканал продолжает следить за ситуацией, и к этой теме мы обязательно вернемся в одном из наших ближайших эфиров. Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Дождливое лето стало проблемой для всех автолюбителей. Скользкое дорожное полотно – плохая видимость. Но зачастую не эти факторы становятся причиной ДТП, а человеческие. На прошлой неделе в нашем округе произошла авария, в которой пострадал ребенок. Подробности у Анны Рыченковой. В субботний вечер 1 июля в 21.30 серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на первом километре автодороги Осташковское шоссе «Яхклуб Новый берег». Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной «Лэнд Ровер», не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате чего несошлетний пассажир, который находился на заднем пассажирском сидении с левой стороны, не пристеганной тренером безопасности и без детского держа устройства, получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Водитель же, оставив своего пострадавшего 10-летнего пассажира и автомобиль, скрылся с места преступления. После проведения оперативных действий, личность мужчины, находящегося в тот момент за рулем, была установлена. Согласно базе данных ГИБДД, ранее он был лишен права управления автомобилем из-за отказа проходить медицинское свидетельствование. По словам очевидцев аварии, причиной опрокидывания стала высокая скорость. В настоящее время по делу проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции также разыскивают водителя. В этом году это вторая авария, в которой пострадал ребенок. За аналогичный период прошлого года в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 7 детей. Уважаемые водители, в связи с неблагоприятными погодными условиями, просим вас соблюдать право дорожного движения и быть внимательными. Не нарушать скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию во время движения. Анна Раченкова, Олег Степанов. Информационная программа «День». Мытищинская городская прокуратура регулярно проводит проверки по обращению жителей нашего города. Вопросы, как всегда, связаны с нарушением федерального законодательства. Что именно попало в поле зрения работников прокуратуры, узнаем из нашего следующего сюжета. Городской прокуратурой на прошедшей неделе организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях городского округа Мытищи. Так, сотрудники надзорного ведомства происпектировали детские сады на предмет исправности работы системы вентиляции. Техническое обследование системы должно проводиться не реже одного раза в год. Но не все соблюдали эти требования. «Городским прокурорам в адрес 14 заведующих муниципальных образовательных учреждений дошкольных были внесены представления, которым предложено устранить выявленные нарушения закона путем заключения договоров на обслуживание системы вентиляции, а также представить соответствующие акты проверки исправности этих вентиляций к новому учебному году». Аналогичные нарушения в сфере обслуживания системы вентиляции выявлены также и в девяти общеобразовательных учреждениях Мытищ. В соответствии с требованием санитарных правил, школы должны проводить обследование вентиляции не реже, чем один раз в 10 лет. «Городским прокурорам в адрес 9 руководителей общеобразовательных учреждений городского округа Мытищ внесены представления, в котором также предложено устранить выявленные нарушения, принять меры к недопущению их впредь и привлечь дисциплинарные ответственности виновных лиц. В настоящее время городская прокуратура ожидает, что к началу учебного года все эти нарушения санитарно-эпидемиологических требований законодательства, выявленные в образовательных организациях, будут устранены». В Мытищинской прокуратуре проведена проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проанализировано состояние задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Как выяснилось, суммы по долгам высоки. «Управляющая компания ПИК имеет задолженность перед Мытищинской теплосетью более 115 миллионов. Перед водоканалом и электросетью данная задолженность также составляет более чем 15 миллионов рублей. Данная ситуация говорит о том, что соответствующими управляющими компаниями не используются предоставленные им гражданским законодательством права по взысканию с населения, которому фактически поставляется соответствующая услуга, а население, соответственно, не оплачивает их своевременно, взыскивать данные долги посредством обращения в суды различных уровней». Образовавшаяся задолженность может привести к ограничению подачи тепла, электроэнергии или воды населению. В связи с этим могут быть нарушены права не только лиц, которые не оплачивают коммунальные платежи, но и жителей, добросовестно исполняющих свои обязанности. «Городским прокурорам в адрес руководителя управляющей компании «Пиккомфорт», а также еще в адрес 15 управляющих компаний, которые также имеют задолженности перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями, внесены представления, в котором предложено, чтобы эти организации и управляющие компании в полном объеме использовали свои права и обязанности перед населением, а также обращались в суды с взысканием в принудительном порядке той задолженности, которые население по тем и длинным причинам не выплачивает за полученные и потребленные услуги и электроэнергию, воду и тепло. «Городским прокурорам на контроле находится рассмотрение данных представлений, и в случае непринятия действенных мер городским прокурорам рассматривается вопрос об обращении в суд по заявлениям о понуждении данных управляющих организаций к выполнению своих обязательств». Всего за прошедшую неделю сотрудниками Назорного ведомства рассмотрено 39 обращений. На личном приеме принято 24 человека. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». В продолжении тема «Нарушение закона». Представители Управления потребительского рынка и услуг городского округа Матищи совместно с сотрудниками полиции в эти дни проводят рейды по пресечению несанкционированной торговой деятельности вдоль Осташковского шоссе. В ходе оперативно-профилактических мероприятий были выявлены многочисленные самовольно установленные нестационарные торговые объекты, которые использовались для реализации плодово-овощной продукции. Подобные точки несанкционированной торговли зачастую являются причиной роста аварийности на дорогах, так как провоцируют автовладельцев на совершение остановок в запрещенных местах. Сомнение вызывает и качество продукции, которые реализуются в подобных торговых точках. Зачастую товар хранится и продается в антисанитарных условиях и без документов. Обнаруженные в ходе рейта нестационарные торговые объекты были демонтированы и вывезены, а на граждан, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, были составлены протоколы об административном правонарушении. Действуют сотрудники на основании положения, утвержденного Мытищинским советом депутатов. В Управлении потребительского рынка и услуг подчеркивают, пресекать незаконную торговую деятельность на территории городского округа Мытищи будут и в дальнейшем. Жители многоэтажки по адресу Олимпийский проспект 18, корпус 1, бьют тревогу. Их дом под угрозой разрушения. В результате замены инженерных коммуникаций осенью прошлого года произошел провал грунта. И сейчас все ливневые воды прямым ходом стекают в подвал. Инициативная группа совета дома уже обращалась и к заказчику работ, и к подрядчику, в управляющую компанию и на портал Добродел. Но проблема так и остается нерешенной. Юлия Федориненко попыталась разобраться в ситуации. Каждый день к окну своей квартиры Татьяна подходит с большой опаской. С первого этажа женщине лучше всего видно, как уже полгода разрушается фундамент дома. Но особенно страшно стало сейчас, когда дожди не прекращаются, и все ливневые воды прямым ходом стекают в подвал. Вот это видео, снятое жильцами, тому подтверждение. Вообще был здесь котлован четырехметровый. Мы под Новый год, я через Бирюково вот добилась. Мне еще ГЖУ-4 помог инженер у нас был там, Николай Иванович Шепелев. Они как-то там связались и закопали. Все, и на этом вот идет подтопление фундамента, вода в подвал поступает. То есть дом 16-этажный, неизвестно, как отреагирует вообще вся конструкция. Проблема возникла после того, как в октябре 2016-го в доме провели реконструкцию водопроводных сетей. Во-первых, сами работы и по мнению жильцов, и по оценкам заказчика выполнены некачественно. Об этом есть документальное подтверждение, а точнее письмо в адрес директора компании, которая выполняла работы, где администрации округа и перечислены все претензии. Выявлены провалы грунта в местах водов здания трубопроводов, а также межтрубного пространства, герметизации мест прохода трубопроводов через фундаменты, заглушек на трубопроводах, не вывезен замусоренный грунт и строительный мусор, не восстановлен растительный слой земли на придомовой территории. Ну, они должны, во-первых, все это раскопать, поставить плиту и насыпать нормальный грунт, чтобы он усел, и плодородный слой грунта насыпать, как положено. В этом же документе указано, что выявленные нарушения подрядчик должен устранить в кратчайшие сроки. Письмо датировано 29 мая, сейчас на дворе июль. А вот, как говорится, и ныне там. Нам удалось связаться с инженером производственно-технического отдела ООО «Летстрой» Алексеем Ерышевым. Вот как он прокомментировал ситуацию. Я видел, что у них там произошло. Да, ну, этот вопрос, в общем, мы решим. Но я сейчас не могу вам сказать, когда. Просто этот вопрос сейчас, если правильно его делать, там нужно заново. Там камера уже поставлена. Надо между камерой и домом все это разрыть, сделать кирпичную укладку в этих местах. Ну, в общем, там все придется заново разрывать. Вот я сейчас не могу сказать, когда это будет. Завтра, послезавтра. Завтра, послезавтра было бы идеальным вариантом решения вопроса. Но, судя по всему, Татьяна еще не одну бессонную ночь проведет в волнении и опасениях за свой дом. Юлия Федориненко, Константин Химичев, информационная программа «День». Перловский парк в этом сезоне продолжает благоустраивать. Еще в апреле на пустыре за Донским храмом появились мощеные дорожки. А теперь здесь вновь вовсю кипит работа. Сотрудники лес-паркхоза сажают деревья и кусты. Надежда Трифонова прогулялась по строящемуся скверу и узнала, какие сюрпризы приготовили для мутищенцев городские садовники. Очень нравится. Красиво будет. Красиво будет. И аккуратно. И аккуратно будет. И никто не будет тут мусорить, да? Никто не будет тут мусорить. Сквер за Донским храмом еще не достроен. Но этот юный мутищенец уже полюбил отдыхать здесь. Он с удовольствием играет на современной детской площадке и гуляет с бабушкой по недавно вымощенным дорожкам. Вскоре этот городской уголок станет более комфортным. От палящих лучей солнца аллеи закроют кроны деревьев. Здесь будет высажено большое количество деревьев. Вот сейчас мы начинаем это делать. А осенью это будет уже последний этап завершающий. Потому что некоторые деревья можно сажать только осенью. Еще не так давно эту территорию занимали гаражи «Ракушки» и «Свалка». Жители домов, расположенных здесь на улице Селезнева, жаловались, что им страшно выходить из дома. А теперь мутищенцам уходить отсюда не хочется. Но еще прекрасней станет сквер, говорят его создатели, когда посадки зацветут. Кацы очень красиво цветет. Это вообще красивые белые цветы обалденные. Катальпа тоже очень красиво цветущее дерево. И уже мы его сажаем не первый год. Но так как зима в этом году была ужасная, конечно, что-то подмерзло. Но мы приводим это все в порядок. Их подрезаем, обрезаем мороженые деревья, сухие. И дальше дерево растет. За новым сквером городские садовники также будут пристально наблюдать и тщательно ухаживать. Первые три года всем растениям обеспечен дополнительный полив, хорошее питание и любовь. Если кто-то из новоселов, несмотря на все ухищрения опекунов, не приживется, его заменят другие. 10% от естественного отпада это никто не отменял. Но все деревья отливаются, ухаживаются на протяжении двух-трех лет. Мы за ними смотрим. Территорию площадью 6000 квадратных метров украсят акации, березы, рябины. Обрамлять новый сквер будет живая изгородь из низкорослых цветущих кустов. А увенчает композицию клумба, на которой будут высажены многолетние цветы. Сотрудники леспаркхоза обещают завершить первый этап в середине июля. Второй этап начнется осенью. Тогда между мостовыми появятся хвойные. В легкий морозец елочкам будет проще смириться с переездом из питомника на улицу. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День». От тем насущных к темам возвышенным. В Третьяковской галерее открылась выставка фотографических работ мастеров начала XIX века. Здесь можно увидеть десятки редких рисунков Карла Брюлова. Эскизы главной картине в жизни Александра Иванова «Явление Христа народу». Посетители выставки также познакомятся с зарисовками мастерской художника в Риме. Третьяковская галерея открывает свои запасники. Более 200 рисунков первой половины XIX века. Знаковый художник того периода – Александр Иванов, ученик Петербургской академии художеств. После учебы он отправился в Италию, где прожил 30 лет, вдохновляясь искусством Древнего Рима. Но свои работы он присылал на родину, в Россию. Главная картина его жизни – «Явление Христа народу». Художник писал ее почти 30 лет. На выставке лишь части сотни сделанных им эскизов. Рядом – зарисовка его мастерской в Риме. В углу на Мольберте – та самая незаконченная картина. Арочные окна, которые изображены на этих листах, дают нам большие основания считать, что эта мастерская находилась на верхнем этаже палаца Баргезы в Риме. Он снимал большое помещение под мастерскую. Нужно было помещение с большими окнами, где было много света. В письмах он даже чердаком иногда, наверное, называл это, но образно. А это знаменитый акварели Карла Брюлова. Художник также несколько лет прожил в Италии. Именно он вел в моду жизнерадостные рисунки со сценками из итальянской жизни. Их заказывали богатейшие семьи Петербурга для украшения домов. Брюлов также известен как искусный портретист. Здесь изображена муза художника – замужняя дама, Любовь Маковская, с которой мастер познакомился во время визита в Москву. Брюлов, будучи человеком светским, на прощание нарисовал такую картину. То, что этот рисунок исполнен в качестве именно такой аллегории прощания, это просто известно, это факт. Вот он изобразил себя как рыцаря, прощающегося с прекрасной дамой. Карандаш – акварель сепия. Такие работы выставляют редко, они выцветают при дневном свете. Пользуясь случаем, посетители рассматривают рисунки современников Пушкина. Выставка продлится до начала ноября. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации смотрите на сайте Первого Матищинского и в нашей группе ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды и важная информация в рубрике «Телетайп». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и 8-495-786-54-25. Я боюсь собак. На нашей детской площадке иногда приходят большие собаки. Они ладят и могут меня укусить. Мой папа спасой и смелый. Если он меня будет спасать, то его тоже собаки могут укусить. Я не хочу, где собаки гуляют, а где дети. Работает компьютер в самой батарее. Прибор не охлаждается. Соседка его греет. Компьютер задыхается. Остыть вовсю старается. Программа за программой все чаще ошивается. А счетчик электрический разбег берет космический. И счеты за энергию весьма он драматический. Не место электроники у теплой батареи. К энергопотреблению разумней подходим. Компьютер задыхается. Компьютер задыхается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На это же предприятие возложена обязанность по осуществлению сбора абонентской платы с пользователей кабельного телевидения. Между МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» и расчетными организациями, которые производят сбор коммунальных платежей, заключены договоры, на основании которых расчетные организации осуществляют сбор абонентской платы с пользователей кабельного телевидения от имени МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи». Поэтому жителям необходимо оплачивать услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания по квитанциям, полученным от своих расчетных организаций. С 3 апреля по 3 июня 2017 года в Подмосковье вновь пройдет акция «Пассажирский контроль стрелки», направленная на повышение качества обслуживания пассажиров Московской области. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зафиксировать нарушение, например, отсутствие информационного стикера на транспортном средстве или отказ водителя принимать к оплате карту на фото или видеокамеру гаджета. В сообщении указать дату, время проезда на маршруте и номер карты стрелка. После направить всю информацию по доступным каналам связи, социальные сети, мессенджеры или почта. Самым активным участникам акции будут вручены памятные призы от команды «Стрелки». Подобные условия участия в акции размещены на сайте стрелкокарт.ру в разделе «Новости» и в социальных сетях «Стрелки». Новые возможности официального сайта и мобильного приложения «Стрелка». Для удобства пользователей осуществлен редизайн сайта «Стрелка» и его мобильной версии. Обновленный ресурс порадует приятной навигацией и привлекательным дизайном. На сайте всегда можно узнать и пополнить баланс карты, следить за последними новостями о проекте, получить актуальную информацию о тарифах и маршрутах. В основном в меню мобильного приложения «Стрелки» появилась новая интерактивная кнопка «Поделись идеей». Нажав на нее, можно поделиться своей идеей по улучшению проекта «Стрелка». Проверить баланс карты и получить информацию о текущей скидке теперь можно, не заходя в мобильное приложение. Для этого пользователю необходимо в списке выбрать виджет «Стрелки» и поместить его на рабочий экран своего телефона. Данное обновление доступно для устройств на платформе Android и iOS. Данное обновление доступно для устройств на платформе Android и iOS. Движение по вышеуказанным маршрутам на летний период можно на официальном сайте администрации городского округа Мытищи. С 1 апреля 2017 года вступил в законную силу приказ МВД Российской Федерации номер 941 от 30 декабря 2016 года об утверждении порядка подачи уведомлений об организованной перевозке группы детей автобусами. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации о преорганизованной перевозке группы детей по договору фрахтования, фрахтователь или фрахтовщик обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу уведомлений об организованной перевозке группы детей в подразделение госавтоинспекции по месту начала перевозки, в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами. Уведомление подается лично либо на адрес электронной почты с последующим подтверждением получения информации по телефону 8495 586 0717. В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области о внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Водоканал Мэтищи» с 1 июля будут увеличены. Холодная вода за 1 кубический метр составит с 1 июля 2017 года 38,67 руб. Водоотведение за 1 кубический метр составит с 1 июля 2017 года 33,89 руб. Внимание пассажиры! С 1 июля 2017 года изменяется расписание и схема движения автобусного маршрута номер 10 Сукромка, микрорайон Леонидовка, по будним и выходным дням. Два автобуса будут следовать по действующей схеме движения. Другие два автобуса будут следовать от улицы Сукромка на улицу Летная, далее по улице Мира, Новомутищинскому проспекту, Шараповскому проезду, Олимпийскому проспекту, улице Академика Каргина, второму Щелковскому проезду, улице Попова. В обратном направлении схемы маршрута номер 10 останутся без изменений. Также с 1 июля 2017 года изменяется расписание отдельных рейсов по маршруту номер 7 станция Мытищи, Тайнинская. Более подробно ознакомиться с расписанием движения маршрутов можно на официальном сайте администрации городского округа Мытищи. Уважаемые жители, после плановых профилактических работ распахнул свои двери для всех желающих Фокс с плавательным бассейном «Дельфин» на улице Летное, строение 34А. Оздоровительное плавание, акваэробика, индивидуальное обучение. Бассейн оснащен чашей из высоколегированной нержавеющей стали и современной системой водоподготовки, включающей устройство озонирования воздуха. Для несовершеннолетних посетителей бассейна, пенсионеров и других категорий граждан предусмотрена льготная цена на абонементы. Режим работы спортивного объекта с 7.00 до 21.30, выходные с 9 до 21.30. Дополнительная информация по телефону 8 495 585 1591 или на сайте МБУ с шор по плаванию. Уважаемые жители, с 15 августа 2017 года МБУ с шор по плаванию проводит набор детей 2010 года рождения для занятий спортивным плаванием на базе бассейна «Бригантина» и «Фокадельфин». Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 8 495 585 1591 или на сайте МБУ с шор по плаванию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова